Привет! Что вообще происходит? Кто делает пси-террор? Что такое зверь? Что такое антихрист? Почему все это произошло? Как это связано с Богом, с религией, с тем, что нам еще две тысячи лет назад апостол Иоанн говорил, что будет зверь? Ему люди поклонятся, скажут, кто подобен зверю всему? Он там горделивый, дерзкий, там их много разом, их богато. То есть это сила, которой мы противостоять не можем, мы и покоримся. Что такое пси-террор? Почему они могут подключаться к нам в снах? Сколько мифов, сколько там, ну, бреда вокруг этой темы, да? И что на самом деле реально существует? Почему люди могут залазить в сознание другим людям? Почему террорят в снах? Почему террорят наяву? Какими методами, в том числе наноядами, микроволнами? Это физические методы, которые изобрели люди. И не физическими методами, такими, как, ну, как это называется, психотронные воздействия. Здесь, на самом деле, это духовные атаки, потому что мы, существа духовные, мы состоим не только из тела, а еще души и духа. И вот на уровне высшем, на уровне информационном мы живем, как бы, ну, словно говоря, в духовном мире, в очень, как бы, далеком будущем технически. Но духовно это духовный мир. И вот мы живем там, как духовные существа. Но здесь, на земле, мы рождаемся, мы имеем свое историческое, материальное рождение, как люди. Но при этом мы знаем, что у нас есть душа и тело, и дух, да. И вот, как бы, высшая наша, как бы, вот наша сущность, наш дух, да, он живет в духовном мире. То есть мы, как духовные существа, были созданы Богом. Какой в этом все смысл? Как это все увязать вместе? Я вам сейчас полностью объясню. Значит, смотрите, у меня есть более фундаментальное видео о том, как устроена Вселенная. Ну, я расскажу вкратце схему, чтобы вы понимали, почему и зверь, почему и антихрист, почему и зло, почему в этом мире вообще зло там напало на добро, и вообще в чем смысл человеческой истории. Все сейчас соединю в одном видео. Вы поймете не только о том, кто пситирует людей, но и о том, что такое антихрист и куда эти твари тянут человеческую цивилизацию. В общем, начнем сначала. Наша Вселенная имеет свое происхождение. Вселенная стартанула однажды, единожды, потому что есть такой закон, что Вселенная не терпит пустоты. Вы это слышали, да, Платон, ну, ладно, есть Парменид, он сказал, небытия нет. Это значит, что пустоты нет. Ну, как бы, логичным кажется, что вначале вообще ничего нет, да, вот, в принципе, там, ну, откуда ему взяться, если ничего нет. Но пустоты тоже нет, потому что пустота, она, как бы, самоотрицает сама себя. Ну, это, у меня есть отдельное видео большое, почему это так. Пустоты нет. Это значит, есть принципиальная, фундаментальная непустотность Вселенной. Принципиальная, фундаментальная первопричина. И вот эта первопричина, она возникла один раз, и она породила, ну, все сущее, всю материю, все пространство, всю энергию Вселенной, наши, там, солнечные системы, там, галактики, звезды, все порождено из первопричины. И она дала начало такому феномену, как время. Время – это не то, что мы понимаем. Нам психологически кажется, что время объективно существует, но это субъективный феномен, потому что физики, ну, насколько я знаю, в современной физике признают, что все формулы физики, они симметричны по времени. Потому что все эти формулы работают как в ту сторону, так и назад. То есть времени с точки зрения Вселенной как будто бы не существует. То есть время – это, ну, как бы, мера течения процессов внутри каких-то других процессов. То есть наше сознание, наша психология, там, человек живет в каком-то своем реальном времени, и он соизмеряет время течения своей жизни с временем обращения солнца вокруг Земли, там, этими всеми циркадными ритмами, ну, ритмами сна и бодрствования. То есть на самом деле время – это такая очень субъективная характеристика. То есть вне времени, вот вне времени, вот все то, что началось, когда Вселенная стартанула, ну, мы можем называть это процессом эволюции, можем называть это процессом назидаемой эволюции, потому что Бог контролирует свое творение, назидает. Но вне времени, вне времени, вот когда все эти процессы уже открутились, в вечности, скажем так, в далеком-далеком будущем, в вечности, существует уже абсолютное совершенство, которое есть Бог, которое есть абсолютная истина, абсолютное добро, которое есть абсолютно совершенный разум, субъект абсолютно всемогущий, всеведущий, всеблагий Бог. Ну, не всеблагий, благий Бог, то есть, ну, всеблагий, да. То есть Бог, который Бог-Отец, христианский Бог-Отец, Сагуна Брахман, индуистский, это Аллах, это Бог. единый бог бог один истина 1 как мы знаем не двух богов не двух истин то есть вот бог существует и бог вне времени как бы полностью контролирует все в том числе нашу вселенную с точки зрения технической мы могли бы сказать что это там очень-очень далекое будущее где уже там все процессы там того что происходит наша вселенная за открутились уже завершились и мы уже и как бы в вечности существуем как духовные существа сотворенные творцом бог совершенен абсолютно совершение то есть совершение значит больше лучше не сделаешь он уже в себе содержит как бы всю полную истину все полные всевозможные там версии реальности которые он там тебе сотворил намоделировал он совершенно абсолютно он обладает там полным контролем над всем полным самоконтролем он безупречен он благ и он любящий он любовь бог есть любовь и он нас сотворил из своей великой божественной любви он все свое творение всех других духовных источников видел целую иерархию существ духовных и это называется творением то есть то что я говорил от точки старта вселенной это условно и как она не условно и она физическая возникла . старта вселенной есть принципиальная не пустота принципиальная вот это вот не небытие так называемая не пустота это как бы . перво старта вселенной это первый импульс бытия ну я вот так условно называют первой импульс бытия Его называют еще первопричина. Он порождает последствия. Причина порождает последствия, как бильярдные шарики. Один сталкивается и другой отлетает. Причина порождает последствия. И вот первый импульс, первопричина породила всю цепочку всех причин и следствий, частью которых является наша Вселенная, наша планета, наша биологическая жизнь, наша цивилизация. Каждый человек это набор таких причин и следствий. В каждом человеке на клеточном уровне, на молекулярном уровне протекают тысячи, миллионы, триллионов, триллионов процессов, которые являются собой взаимодействием причин и следствий. Квантовые поля, частицы элементарные. Мы уже в принципе понимаем, что это просто набор причин и следствий технически. Но у этого есть еще духовный важнейший аспект. Мы субъекты. Вселенная это не просто машина, это не бездушный механизм. Просто есть мы, живые, чувствующие, думающие существа, которые могут страдать или быть в благодати. И мы знаем, что есть разница между тем, что человек страдает и он в благодати. Вот эта разница дает основу понимания того, что такое добро и зло. Потому что мы не хотим страдать. Мы хотим благодати, мы хотим реализации наших благих задумок. На самом деле мы все хотим добра и блага, но не у всех получается. Почему? Потому что во Вселенной есть зло. Что такое зло? Откуда это возникло? Это тоже важнейшая концепция, я вкратце набросаю. Наши поступки имеют определенные последствия. Если мы посмотрим на животный мир, включите канал Discovery, посмотрите BBC эти передачи о том, как насекомые живут в природе. И что они творят? Они жрут друг друга, постоянно жрут. Это постоянная война, агрессия, это постоянное страдание. Писатель Ефремов называл это биологическим инферно. Когда живое страдает, мучается, мучается миллиарды лет, а потом появляются более сложные формы жизни. Появляются животные, которые начинают уже коммунициировать, заводятся о своих детях. То есть возникает поселение, они группируются вместе, возникает социальный интеллект, они друг друга защищают. Потом появляются более высокоразвитые обезьяны, которые у них уже социум, они заводятся о детях. У них уже есть совесть, этика какая-то базовая. Они усыновляют брошенных детенышей. То есть они практически уже начинают испытывать совесть, муки совести, сострадание, эмпатию. Люди имеют совесть, имеют духовность, имеют духовную природу. Люди могут познать Бога и раскаяться перед Творцом за свои грехи. И Бог может вести человека, выводить его из этого биологического инферна. То есть живое развивалось постепенно. И целью живого является минимизация страданий, на самом деле. Одной из целей. Понятно, что можно свести все к размножению и выживанию, но это лишь физический слой. На духовном уровне мы не просто хотим жить. Мы хотим жить классной, хорошей жизнью. Как в Америке говорят, качество жизни мы хотим хорошее. Но это означает, что мы на самом деле не хотим страдать. А чтобы не страдать, мы не должны совершать какие-то поступки, которые ведут нас к страданию. Потому что людям дано понятие греха. Ну, как бы, есть закон кармы. Человек, который совершает, нарушает Божью волю, грешит, делает зло другим, он пожинает последствия своих действий. Потому что все имеет, ну, как бы, Вселенная устроена таким образом, что человек пожинает последствия своих действий. Закон кармы. Ну, если еще более сложно говорить, это закон высшей божественной справедливости. Потому что Бог карает злодеев. Бог назидает людей не грешить. Бог назидает людей относиться к другим так же, как ты хотел бы, чтобы отнеслись к тебе. То есть, законы совести возникают из этого элементарного понимания, что мы могли бы жить правильно. А правильно это по совести. А правильно это соблюдая принцип добра. А как? Просто соблюдая Божью волю. Поэтому Бог сюда, на землю, посылает пророков. Бог сюда, на землю, посылает Моисея. Бог посылает Христа. В первом пришествии Христос, Иисус исторический Христос, поднял церковь. И он научил людей, как правильно каяться Богу, как правильно принимать Бога в духе. И вот суть этих, ну, как бы, суть этого всего в том, чтобы научить нас жить правильно. Жить, подчиняясь Божьей воле, по принципам Бога. Понимаете, принцип добра. Я тоже разбирал вот в том видео, в большом видео. Я не буду повторять, но это когда ты сохраняешь те границы, на которые ты имеешь право. И не нарушаешь границы тех, кто имеет право на свои границы. То есть ты не совершаешь зла. Ты не вторгаешься на территорию. Ну, там вот есть сосед, да, там у него есть корова, да. Кто-то полез там, там, не знаю, украсит эту корову. То есть ты нарушаешь территорию другого человека, это уже зло. Не всегда это так. Иногда бывает территория вражеская, ее нужно нарушать. Нужно примитивно даже это делать. Ну, там, в особых отдельных случаях такое можно делать. Но когда ты нарушаешь территорию злодея, это уже особый какой-то случай. Там, это война, это расплата, это кара, это какая-то полицейская спецоперация. Это делается по закону. То есть мы говорим о том, что, в принципе, нельзя свести добро только к соблюдению каких-то границ. Вопрос более сложный, да. Мы там, ну, то есть в парламентах велись веками эти дебаты, что такое добро, что зло. Мы, в принципе, наработали хорошую законодательную базу, да. То есть наши законы, в принципе, они более-менее, ну, как-то там отражают понятие справедливости, да. Мы их можем обсуждать. Есть там судебные премии, да, есть дебаты в парламенте. То есть мы учимся выстраивать правильные границы. И вот все человечество училось все эти века свергать тиранов, свергать этих безумцев, которые хотели властвовать, там, таких, как Гитлер, да, таких, как, там, тираны, там, вот, средневековья, да. И мы учились выстраивать границы так, чтобы всем, ну, членам общества было комфортно, чтобы были социальные лифты, чтобы человек мог развиваться, чтобы не было такого, чтобы был сговор, когда меньшинство там пытается помыкать большинством, да, то есть, когда людей там обманывают, когда порабощают. И вот сейчас это, к сожалению, все возрождается снова. Теперь возвращаемся к смыслу, ну, ситуации, что есть вселенная. Вселенная неизбежно есть. И в этой вселенной может быть либо страдание, либо благодать, понимаете, иного не дано. Либо добро, либо зло. В духовном мире все переделано, переделено просто между Богом и сатаной. Третьего варианта нет, понимаете, то есть, либо Бог, либо сатана в вечности, либо творец, либо антипод. Понимаете, ну, антипода Бог не допустит, конечно же, но есть силы, которые пытаются воцарить сатану сейчас. И эти силы называются зверь, эти силы, ну, управляются антихристом. Но антихрист лишь марионетка, кукла сатаны, вот той самой силы, которая представляет собой зло. Что это такое? Откуда взялось вообще зло во вселенной? Откуда взялось страдание? И почему вообще мы сейчас, в принципе, должны там, ну, смотреть эти видео, пытаться понять, что происходит? Ну, опять же, да, возвращаемся к природе вселенной. Вселенная неизбежно возникла. В ней неизбежно возникла жизнь. Неизбежно возникли субъекты, живые, чувствующие, страдающие существа, там, люди, живущие вот в конкретной, там, исторической локации здесь, на земле. И вот у нас сейчас, мы, мы там, отгремели две мировые войны, мы там, наши предки пострадали, да, там, боролись с этим фашизмом, да. И вот снова сейчас поднимается эта тварь. Только теперь это уже не фашизм, теперь это уже сатанизм. Это, это страшнее. Это фашизм, ну, технически, да, это режим, сговор, это фашизм, там, палочный режим, там, бьют только не палками, а невидимыми подлыми, там, средствами, типа, наноядов, микроволм, но бьют. Тех, кто не согласен с порабощением и попыткой человечества заколать в кандалы. Только это страшные духовные кандалы еще, премьер этого. Потому что эти твари подчинились сатане, эти твари предали Бога и организуют систему так, чтобы здесь, на земле, сговориться и попытаться в вечности воцарить сатану. Вот каждого из них, кого не спросил бы я, я говорю, ну, вот ты лично, ты, ты хочешь в вечности, чтобы тобой правил ненормальнейший, неадекватнейший, демонический интеллект сатаны, то есть демоническая сущность, которая отпала от Бога, противится истине, противится добру и пытается людей порабощать, делать их куклами. Ну, никто, вот в здравом уме, никто не скажет, что он хочет сатаны. Ну, ну, где мы можем найти, в принципе, там, таких, ну, там, есть один процент маньяков, да, каких-то ненормальных людей, которые были, там, отбросами общества, они сговорились, и сатана там их привел к власти. Да, они есть, есть антихрист, есть его опричь, не на твари, конченые, подлые, которые служат сатане. Ну, вся система, она, ну, мне хотелось бы верить, что она не такая, но опять же, тогда вопрос, а кто тогда все это делает? Кто делает пси-террор, кто применяет к людям нанояды? Посмотрите группы на Фейсбуке, там десятки тысяч человек пишут об одном и том же, что их травят, что им головы жгут, что у них греется голова, когда их микроволами стерачат, и у них там стирается память, у них там симптоматика. Понимаете, как бы выбирают жертв слабых, да, тех, кого некому защищать, но выбирают с определенной целью. То есть, тот, кто это делает, у него есть цель, и у него есть средства. К сожалению, большинство населения поддались зверю, принимаются в этом молчаливом сговоре соучастие, участие как фашисты, массово в свое время немцы принимали участие, ну, плюс остальные, кто там был, примыкающие итальянцы, да, то есть, там все вот эти, кто примкнул к фашизму, они, они принимают участие в этом сговоре, понимаете, массово взяли и подчинились зверю. И людей, чтобы вытащить отсюда, людям нужно просто объяснить, что вы не ведаете, что творите, потому что вы подчиняетесь зверю, вы подчиняетесь антихристу и сатане, потому что, ну, та система, которая пытается сейчас на земле устояться, это система бесовская. Если бы она, не дай богу, устоялась, бог этого никогда не допустит, то на земле бы и в вечности, соответственно, правил бы сатана, понимаете, а это был бы уже, ну, как бы, другой режим, где личной свободы бы не было, и не было бы возможности сломать его, потому что они бы построили систему так, и они уже ее строят так, где твои мельчайшие мысли бы вычитывались с рождения, просто никакие бы светлые силы не пробились бы даже сюда, потому что их бы нашли бы и задавили бы наноядами, просто выдавили их на периферию, сделая бы из них полумных, и, ну, не дали бы им развиться просто, выдавили их на периферию общества, понимаете, то есть это фашистский режим, подлый идеальский режим, и вот он сейчас, вот, как бы, ну, является причиной того, что происходит в мире, тех событий политических и духовных и других. Если бы люди могли исторгнуть антихриста, если бы люди могли просто догнать до того, что происходит, и кому они подчиняются, ну, как бы, просто, ну, это бы свергли, и это бы остановилось, безумие бы остановилось, и люди бы не страдали, но люди просто страдают, и, ну, ни за что, просто, просто по прихоти каких-то больных тварей, которые предали их на самом верхнем уровне этой системы, они предали их и слили все сатане, понимаете, слили все твари, которые ненавидят человечество, для которых человеческий род, рода, дама, это личный враг, это безумие, понимаете, то есть те, кто считает, что они пришли сюда, там, поиграть в компьютерную игру, они считают, что, ну, сатана их поставил на эти места, потому что они, там, какие-то великие игроки другой цивилизации, или прочий бред, который они себе придумывают, это ложь, сатанинская ложь, которую они приняли за правду, и в которую они верят, в которую они живут, она не существует на самом деле. На самом деле существует технология условной коммуникации тем самым безвремением, тем самым будущим, ну и как бы той его частью, которая отпала, где существуют бесы, которые, собственно, ну как, условно говоря, бесовская цивилизация, которая является собой, по сути, сатану, которая противится Богу, и вот это является источником зла во Вселенной, понимаете? То есть то, что происходит сейчас, было предсказано еще 2000 лет назад в Библии, почитайте там книгу Откровений, с черным по белому сказано, что будет и почему это будет, но как бы современный взгляд он более точно, и мы уже понимаем, что это такое, мы знаем про будущее что-то, мы знаем про то, что это за технология коммуникации, мы знаем, в принципе, почему вообще существует добро и зло, почему существует Бог и Дьявол. И вот теперь, ну как бы, соединяя все вместе, смотрите, еще раз, Вселенная неизбежно возникла, в ней неизбежно возникли субъекты, то есть живые существа, которые могут страдать, либо радоваться. Значит, неизбежна проблематика добра и зла, потому что существа обладают свободной волей. Соответственно, кто-то может поступать правильно, кто-то может поступать неправильно, да? Вся история человечества, это история борьбы, борьбы, в том числе, ну вот, конкретная история моего народа, украинского народа, это история борьбы там за свободу, за волю, ну так как они ее понимали, я не говорю, что правильно понимали или неправильно, я говорю, что, ну, народы боролись, народ Израиля боролся за свободу, Он дважды был в рабстве. Он был в рабстве Египта, в рабстве Вавилона, и Бог дважды допускал это. И дважды потом выводил людей, когда они одумывались, начинали чтить Творца, подчиняться Его воле, они освобождались. Дважды этот народ был освобожден из-под гнета империи. На самом деле это феноменально, если рассматривать историю, насколько Бог велик, что Он может взять и освободить народ из-под гнета империи. Это ведь не так просто было сделать. И это происходило. То есть народы Богом назидаются, потому что народы это такая как бы для Бога отдельная единица, у Бога есть задумка о каждом народе. И он народ допускал до каких-то испытаний, в мере того, насколько этот народ вообще хотел принимать Бога, слышать Его волю. Он избирал народу, те, кто были отживчивы Его воли. Он знал, что вот этот народ откликнется. Этот народ был подчинен воле Бога, и он этот народ назидал, учил, иногда допускал труднейшие испытания, но в то же время и благословлял, и давал ему, этому народу, сильнейшие ресурсы. То есть на самом деле народ боролся за волю и за свободу, вот мой народ. Почему? Потому что был гнет, потому что хотели люди благодати, а им не давали благодати. А не давали, потому что они где-то сами что-то не так делали, или не выбрали еще эту свободу, понимаете? И вот это все борьба была за что? За то, чтобы мы, люди, жили в благодати. Мы все хотим благодати, но некоторые не понимают, что благодать нельзя вырвать силой, нарушая принцип добра. Злом. Злом не сделаешь себе хорошо. Злом лишь временно можно, как бы, попытаться что-то у кого-то отнять, чтобы сделать себе, типа, ну как бы, лучше, чем другим. Но это, ну как, ну, это вот, это принципичничество, да? Когда одно животное там съело другое, ему хорошо, ему по-барабану, то есть слепому его инстинкту животному, по-барабану, что там у этого животного там съеденного остались там детеныша где-то там голодные, что они умрут, скорее всего. То есть, вот, как бы, эти вещи все, понимаете, зло, оно-то слепое, зло, оно алточное, и зло, ну как, то есть, зло имеет отдачу. Еще один принцип, потому что, ну, кармически, ну как, мы стремимся к справедливости, и злодеев мы стараемся наказать. И вот, как бы, все вокруг того, чтобы минимизировать страдания и увеличить благодать. Но это можно сделать только правильными принципами, только если ты соблюдаешь законы Бога, если ты подчиняешься Божьей воле, если ты принимаешь Его волю и Его истину, которую Он тебе открывает. И поэтому сюда приходили мессии, поэтому сюда приходили пророки, чтобы объяснить людям, что, в принципе, вы можете отожить лучше, но вы же должны подчиняться воле Бога, вы должны принимать истину Божью, а не просто там ахинею, которую вам детство транслирует. И вот об этом суть, что вселенная есть, в ней есть свобода воли, в ней есть, ну, развитие, да, там, жизнь, и живые существа, которые могут либо страдать, либо быть в благе. И вот эта разница, страдание или благо, благословение или проклятие, она заключается в нашем выборе Бога, либо, ну, не выборе Бога, да, либо там, в мирском выборе, либо в подчинении сатане, как сейчас многих сейчас в бесовские реальности тянут, против их воли при том. И вот, как бы, эта суть заключается в том, что в историческом, реальном времени, на планете Земля, известно было, что будет такая ситуация, когда твари заговорятся, придадут Бога и начнут делать зло, то есть они начнут строить дьявольский режим. И технологии, которые они будут использовать, ну, тоже всеизвестные, я сделал отдельное видео об этом, можно посмотреть, что, как бы, ну, Бог заложил человечеству для того, чтобы построить нашу цивилизацию, заложил все необходимое, в том числе, там, все технологии, которые нужны, технологии доступа к духовному миру, скажем так. То есть мы все, в принципе, уже, я думаю, все уже знают про это, но это сейчас, этим сейчас злоупотребляют, это сейчас пытаются использовать для того, чтобы построить дьявольское царство, чтобы людей свободы лишить, чтобы порабощать людей, чтобы пытаться их зомбировать, чтобы пытаться, чтобы пытаться людьми манипулировать в угоду тем, кто, ну, ими пытается помыкать, то есть сила зла. То есть предательство произошло, потому что, ну, вот они решили так, что они будут служить сатане, что будут делать, что хотят, что будут подчиняться сатане и поцарять его в вечности. Это вот выбор такой был, выбор сатанистов искуситься силой зла и, ну, с целью поцаревать. Вот они хотят баловать здесь на земле. Абсолютно паразитическое желание, абсолютно паразитическая идея. Власть ведь изначально, ну, как, это функция. Правитель должен быть справедливым, он должен быть арбитром, он должен быть поставлен Богом, чтобы выполнять свою функцию, потому что, ну, у власти нет развлекательного отхода аспекта. Власть создана не для того, чтобы ублажать тех, кто желает ее получить, или тех, кто хочет этим пользоваться. Власть – это функция. Власть – это функция более опытных, более духовных, более, ну, как, способных, подчиненных Божьей воле, тех, кто может дать ценность тем, кто менее способен, менее организован, менее подчиненных Божьей воли, менее образован в образ Божий. То есть власть это духовная функция, это ни в коем случае не повелительство, ни в коем случае это не помыкание слабым, ни в коем случае это не эксплуатация, ни в коем случае это не рабовладение. Вот сейчас пытаются сделать наоборот, рабовладельческий строй, потому что те твари с отбитой совестью, те твари с отбитым чувством долга, в принципе, да вообще какие-то чувства долга, там отморозки конченые, которые людей наноядами массово травят, просто чтобы править, чтобы над ними взять верх. Наученные твари занимать позиции сверху и нарушать тем самым Божью волю, Божью иерархию, то есть они не задуманы править, они Богом не поставлены на это место, они просто научились себя вкатывать психологические тренинги по доминированию и пытаться другими помыкать. Вот это и произошло. И вот эти твари травят, мучают, жгут всех этих несчастных жертв психотеррора, которых, я же говорю, уже десятки тысяч на фейсбуке людей пишут об этом. Симптоматика у всех очень похожа. Ну, давайте там исключим откровенных каких-то, ну, людей с психическими наполнениями, они всегда были, но не настолько же массово, да, то есть не настолько же массово, да, вот как правительство, как, в принципе, общество может брать и игнорировать этот террор, потому что общество похер, потому что общество пообещали, там, его поманили, им массово вкатали эти тренинги по этологии, все теперь прозрели, они ж теперь поняли, кто они такие, все ж теперь нереальные фачи, То есть, понимаете, то есть, когда людям, ну, как, им же гнусно и похабно это продают еще, то есть, поймите, в царстве божьем нету, как бы, того, о чем говорили тем, кому вкатывали эти тренинги, что вот вы там, кто там, лошки, а мы вас научим жить правильно, да, в царстве божьем, есть благодать, в царстве божьем люди друг другом не поступают так, как им говорили, люди будут поступать здесь, и они здесь могли бы жить нормальной, достойной жизни, но их всех массово перевербовали, и наяривая на чувство, там, как, здравой справедливости, да, там, на чувство негодования этих людей, относительно того, что они имеют в этой жизни, их массово втянули в преступные девочки схемы, и массово пытаются подчинить сатане, пытаются подчинить себе зла, но в этом суть ситуации, что те тренинги, которые сейчас вкатывают каждой, там, домохозяйке, каждому, ну, в принципе, там, не знаю, я так понял, что там настолько массово, что там любой продаёт супермаркеты, там, это, ну, то есть, я видел, что они все уже подготовлены, подготовлены, наярены на эти темы, ну, то есть, получил какие-то, ну, очень, очень, скажем так, неоднозначные, очень, скажем так, неправильно однобоко поданные, ну, условно говоря, тренинги, где ему дали набор психологических конструкций, которые, ну, как, переворачивать, пытаются перевернуть их в картину мира, пытаются там, ну, как бы, поднять в них определенные чувства, но сделано это было неправильно, я вообще считаю, что, ну, это должно было быть просто открыто, доступно всем желающим, но каждый, кому это нужно, нашел бы это сам, а вот так вот массово это вкатывать, ну, как бы, смысл, эти люди останутся все на своих местах жизни, просто, ну, как бы, градус, градус ситуации накаляется, да, ну, практического смысла в этом мира, но тут дело не в этом, дело в том, что это был способ дать им крючок определенный, да, наживку определенную, чтобы вовлечь их в систему, вовлечь их в эту деятельность, купить их лояльность просто, им дали что-то интересное, их развлекали, их, там, побуждали развиваться, их, их, как бы, подымали, их подымали на, ну, какие-то там, на самосовершенствование, будто бы, но в рамках уже дьявольской системы, в рамках той парадигмы неправильной, где им вкатывают идею, что этот мир, там, просто симуляция, компьютерная игра, что нам нужно, там, вот, делать так, подчиняться, там, вот, тем, кому нужно подчиняться, то есть, таким образом, антихрист, таким образом силы зла пытались людей этих, как бы, отформатировать и заставить их подчиняться иерархии дьявольской, то есть, принять дьявольскую точку зрения за правду, и вот тогда уже беда, если человек принимает дьявольскую точку зрения за правду он попадает за зеркалье где ему кажется что мир реально так устроен я ведь сталкивался с этим когда меня пытались ну как бы обработать это было в пяти разных странах началось это в испании в александр и по свободному боге они пытались вкатить девальскую как будет точку зрения и я столкнулся с этими сущностями с бесами и я знаю что это такое насколько они ну как ты сталкиваешься разумом нечеловеческим это сначала пытаешься понять как это что это такое минут она реально есть ты понимаешь что она реально есть и что-то феномен не физической природы его нельзя записать нам на микрофон это реальная вот телепатия на реально духовная коммуникация ты пытаешься понять они пусть не умные твари и они очень хитрые и не все время пытается как бы скрутить твои рамки восприятия в ложь они все время это за сочит тебя вложь опровергнуть тебя и как бы сбросить ну то есть тебя в ложный парадигма, опутать тебя этой ложью. Я сколько с ними не воевал и понял, потому что это абсолютно бесполезно, что это как робот, эта тварь, вот она упоротая и она никогда не принимает твои точки зрения, она всегда пытается стянуть тебя в ложь. До того, как Бог мне дал истину, с помощью которой я смог их подчинить, ну не их, а ладно, это отдельный разговор, что там произошло в духовном мире. Прочитайте про мой антологический фреймворк, он объясняет полностью всю модель вселенной, огромное чтиво, 100 тысяч символов, но как бы она стоит того. Значит, смысл в чем? Истина делает нас свободными. Ну так вот, по поводу бесов. Я понял, что бесы, они как бы отпали от Бога от истины и они не подчиняются Богу и пытаются человечество стащить с истинной картины мира, то есть, чтобы поработить, чтобы опутать людей. И вот те, кто предал верхушкой системы человеческой, она вас предала, они вас продали бесам. Они хотят вас превратить просто в цех по заготовке людей, для разных развлечений. Вот они хотят делать кукол себе и играться с ними. Понимаете? Из людей делать кукол, отбивать людям мозги, извращенно их воспитывать в свое удовольствие. Вот просто хотят материальных таких плоских удовольствий, дьявольских, ну как удовольствий, дьявольских страстей. И ради этого они готовят человечество поработить снова, то есть забрать у вас духовные права и свободы, забрать у вас Бога и доступ к Богу и истину. И поработить. Вас, ваших детей, ваших внуков, ваши рода хотят поработить, превратить в животных, превратить в полуживотных, полуразумных таких кукол. Понимаете? Для удовольствия, ну как, для извращенных удовольствий, вот той самой опричины, которой посулили быть правящим классом в готовящемся, девочком царстве. Вот это хуже фашизма, это шатанизм. И те, кто это еще не поняли, ну вы в страшном заблуждении тогда, потому что вы себя, свой род, в вечности своих детей, внуков, правнуков, вы просто отдаете в куклы, в рабы. Понимаете? Рабовладельцев не будет там большинство. Но это как бы, ну понятно, да, что любой рабство затевается, когда одни угнетают других. И поэтому будет очень много угнетенных, если вы не остановите это. Если мы все сообща, это не остановим. Это нужно остановить. И вот как бы в этом смысл, что ну, собственно, еще раз собираемся вместе. И вселенная есть, есть живые существа, есть свобода воли, есть разница между добром и злом, между страданием и благодатью. И есть Бог, и есть истина, а есть сила зла. И вот сила зла на земле развернула деятельность по созданию дьявольского царства. Это предсказано, к этому готовились, плохо готовились, плохо подготовились, но это произошло. И вот теперь главный вопрос, а почему это вообще есть? Почему есть вообще какой-то сатана? Почему вообще такое делают? Зачем кому-то там делать из людей кукол? Зачем кому-то понадобилось наноядами людей травить, да? Что это вообще такое? Зачем возрождать пытаются рабство? Тайно, подлыми методами, но пытаются возродить рабство. Кто вообще в здравом уме будет такое делать? Почему люди одержимы этим? И вот как раз это хороший вопрос, потому что есть сатана. И что же такое сатана? Откуда это взялось? И вот здесь нужно понимать, что в Библии это четко разбирается в христианской антологии, в христианской догматике. Это разобрано очень прекрасно. Бог нам это открыл. Сатана в духовном мире был Божьим творением, который от Бога отпал и возжелал Божий престол. То есть он решил, что он попытается Бога скинуть престол и воцариться как Бог. То есть не будучи благим, справедливым, добрым, не будучи истинной. То есть тварь, которая полностью отринула починение Божьей воли, то есть все его качества Бога, она решила отринуть. И тварь пошла, пошло вот это вот создание против Бога в силу своей гордыни, своих амбиций, своих страстей. То есть оно воспылало идеей править лишь бы править. То есть произошло такое отпадение, но это во многом, ну как, вот это же, это очень хорошо разобранная история. Посмотрите там ее художественную интерпретацию есть Клайв Льюис, который писал в хронике Нарнии. Есть Туалкин. Это, ну, проблематика добра и зла, она очень хорошо разобрана. Почему так происходит? Почему есть такие, кто отпадают? Что случилось с теми назгулами? Почему это были земные цари, которые вдруг отпали и стали служить себе зла? Власти захотелось, то есть они захотели взять больше, чем Бог им задумал. Они захотели за счет других, за счет того, что они отберут у других, сделать себе типа хорошо. И вот они с помощью зла пытались это сделать, с помощью насилия, обмана и лжи. Как только он решил делать зло, он неизбежно должен врать. Он неизбежно должен противиться Богу, противиться принципу добра. И вот там, где он пытается нарушить эту границу между добром и злом, он вынужден либо применять насилие, либо врать. То есть два основных инструмента у силы зла. Это насилие и ложь. Других нет. Ну потому что он нарушает границу, которую Бог ему, ну как бы, ну границами между твоей территорией и чужой, например, да? Когда делают зло, а нарушают какую-то границу. И вот в этом же и суть человеческой истории, что они, овладая доступом к технологии, ну скажем так, воздействия на сознание на душу других людей, они решили применять насилие и ложь. Это два инструмента насилие и ложь, чтобы других поработить. То есть ими овладели бесовские страсти, они захотели сделать себе там, ну неважно там какого бреда, себе там накатал антихрист и его причина. Они очень наяренны на этот сценарий, они испытывают бесовские страсти и у них мотивация как у зомбаковки кера. То есть их херачат там, не знаю, может быть их афетаминами там херачат какими-то, но они как немцы в свое время свою пасту, свое вот это вот бесовское, эсэсовское стадо. То есть они точно так же сейчас поднимают здесь, в других странах толпу бесни вот этой, бесов, бесов воплоти, они их промывают, это происходит тайно, телепатически, не используя земные методы коммуникации практически, но их поднимают, их сплочают, их учат, их тренируют, их как бы, ну, тренируют навыку влияния на других, навыку ломать рамки другим, навыку занимать позицию сверху, там где-то не поставлен ее занимать, потому что в Божьем Царстве строгая иерархия, вот эту иерархию они пытаются нарушить. То есть, ну, когда отпал сатана, мы знаем, что он там увлек третью часть творения за собой, что случилось, почему так случилось, ну, потому что они были подчинены ему в иерархии, и когда он им сменил картину мира, он перегрузил их ложные антологии, они пошли против Бога, ну, потому что они подчинены были ему, не все, ну, кто-то вырвался, я знаю, что такое вырываться из-под этой вот атаки ложью, когда ты просто, ну, ищешь, ну, Бога и подчиняешься ему напрямую, да, потому что, ну, как бы, все творит нейрофтично, если мы почитаем Библию, мы знаем, не чинами, и то есть, как бы, Бог, он выстроил иерархию, иерархию совершенную, иерархию, которая была задумана, чтобы все творение пребывало во благе, но, как бы, произошел бунт, и это была вселенская катастрофа, которая всю вот эту третью часть творения повергла в хаос и в страдания, и вот сейчас на земле это снова пытается воспрять, и Бог знал, что так произойдет, Бог знал наперед всю человеческую историю, что это произойдет, что поднимаются эти твари, что они будут людей там компостировать людям мозг, рассказывать им какие-то небылицы, о том, что это там компьютерная игра, симуляция, что делай, что хочешь, и на самом деле ведь нет такого, что делай, что хочешь, поэтому наша задача исполнить библейское пророчество и скинуть эту нечисть в бездну, для этого, как раз, нужно, чтобы вы понимали смысл ситуации, поэтому, опять же, это видео распространяйте друзьям, разбирайте, берите библию, берите там, зайдите на сайт azbuka.ru, там очень много, ну, как бы, как аналитики, это называется Святое Предание, да, это люди, которые создавали христианство после Христа и апостолов, люди, которые осмысляли, христианские теософы, философы, теологи, в смысле, не теософы, теологи, то есть, те, кто размышлял о Боге, те, кто был ведомым, творцом, Богом, многие были ведомы, там, почитайте Фомон Акневинского, да, то есть, почитайте труды христианских философов и, Вы можете разобраться с этой ситуацией, я буду писать, у меня в блоге разобрана основная догматика, почему оно так, а не иначе, оно неизбежно так, в мире идет битва за контроль, добра над злом, понимаете, то есть зло должно быть посажено на поводок, иначе оно съест все, что можно съесть и поработить остальных, посадить на поводок так и добро, понимаете, если бы зло мы не победили в вечности, то ну все бы были рабами у сатаны, и это было бы страшно. И вот, собственно, суть ситуации, поэтому на земле есть тайная структура, которая травит людей наноядами и террорит микроволнами, и это не правительство, понимаете, то есть люди там говорят, это правительство, спецслужбы, ну какие-то спецслужбы это запрещено делать, спецслужбы белые это не делают, это делают огромная черная дьявольская организация, которая по сути, ну ее можно классифицировать как террористическую или как там сатанинскую секту, но они вооружены, они используют тайно в сговоре методы фундаментальной науки, им всем выдали эти нановещества многокомпонентные, да, которые они там применяют на других людей, это действительно как бы методики будто бы спецслужбы, но это не спецслужбы, это делает дьявольская структура, то есть нужно называть вещи своими именами, это зверь и сатана, понимаете, это звери и сатана, это, ну, как бы секта, террористы, это дьявольская организация, понимаете, то есть правительство, ну, скорее всего, на это, ну как, пока не будет реагировать, потому что в правительство вхожи те же люди, которые, собственно, и вхожи в зверя, то есть, поэтому, ну, как бы, пока мы на земле, я сейчас не, ну, причем достаточно общественного внимания, пока мы не начнем открыто говорить о всем, что происходит, оно так и будет, понимаете, то есть, пока мы явно сами не предпримем понятные какие-то прозрачные белые шаги, пока люди не начнут решаться вести открытый диалог, говорить о том, что да, мы знаем, что это такое, да, мы понимаем, что происходит, да, мы не хотим сатаны в вечности, да, мы хотим делать Божье царство на земле, как Бог того задумал, потому что, ну, святое место просто не бывает, понимаете, если мы на земле не поставим Божий порядок, то будет сатанинский порядок, и этот порядок войдет в вечность, поэтому, ну, люди, ну, вот еще раз, зачем вы живете? Зачем вы лично живете? Вы хотите, чтобы у вас были дети Возможно, у вас есть уже дети Возможно, даже внуки Вы хотите, чтобы они продолжили свой род Вы же думаете о своем У вас есть смысл в жизни Вы понимаете, что смысл в жизни в том, чтобы Оставить что-то после себя И это не какой-то там У кого-то может быть есть какие-то другие смыслы в жизни Написать научную работу какую-то Открыть там вечный двигатель Я не знаю Отправить белку и стрелку на Луну Я не знаю Но смысл жизни в том, чтобы ваш род, ваши дети, ваши внуки в вечности, ваш род, он был защищен, чтобы они были в благодати, а не в рабстве. Смысл в том, чтобы вы защитили свое будущее, своих детей, своих потомков. То есть смысл в том, чтобы вы в вечности оставили после себя свой род. И если ваш род попал бы сейчас под контроль сатаны, это было бы для них всех катастрофа. понимаете? Они бы все были в плену. Ну, я сейчас не говорю о тех тварях, которым Сатана пообещал, типа, ну, типа, стоять над другими и пройти. Это старая как мир идея, да, что вот там фашисты решили, что они там, нацисты решили, что они там правящий народ, мастер народ такой, да, который будет править остальными. Их это искусило, типа, мы будем править, а остальные будут нашими рабами. Это старая как мир идея, да, искусить человека, идея, что у него будут, ну, знаете, как говорят, что рабы не хотят быть свободными, рабы хотят иметь своих рабов. Вот в этом суть рабства, да, что их искушать особо было не нужно. Они были падки на это, и они получили за это расплату. Мы знаем, что Германия была потом под атакой, под бомбежками, был Берлин. Были страшные события, немцы там, ну, хватили свой фунт лихо, и они, ну, изменились. Они изменились, то есть они поняли, что фашизм уже не есть, ну, как бы, то есть они переболели этим. Вот точно так же сейчас идет, это поднимается, это здесь, и сейчас многие заражены, неодержимые этими идеями, там, править другими, лишь бы править, помыкать, лишь бы помыкать. Их, Наташа, занимает позицию сверху, они там наярены на этот сценарий, они там раскачивают себе там позицию сверху, это там навыки доминирования над другими, там грязные всякие приемы, плюс еще у них есть нанояда, не могут бить других по голове, тайна, подлая, не наказуема. Понимаете, вот и весь суть, вот и вся суть этого скрытого сатанинского фашизма. Потому что на духовном уровне их, ну как, их продали сатане, этих всех людей продали сатане. Оттуда идет вся эта сатанинская повестка, оттуда вся идет эта ненормальная, вот эта вся как бы бесовская структура, она нагнетается ну как, вот таким полем, который искажает нормальную реальность, и вот это зло, это знаете, как в фильме Silent Hill, да, вот оно снова и снова там, они снова и снова крутят эти фреймы всем, снова и снова там зло подымается, там звучит сирена, и снова эти демоны лезут из бездн ада, и снова и снова начинается один и тот же снает. Это как бы постоянно нужно откручивать назад и разбивать, постоянно убирать это зло, потому что упоротый антихрист и упоротая его опричнина, те твари, которые являются его сподвижниками на земле, они научились крутить людям фреймы, так называемые, крутить, ну, мыслительные конструкции, там, ложные, с помощью девочкой лжи они пытаются людей оплести и скрутить им картину мира. Вот и все, что происходит. Ну, есть отдельная большая тема, что это такое, что такое фреймы, как вообще можно, чтобы кто-то залазил тебе в голову и навязывал тебе какие-то, ну, как бы, картины реальности. Почему так можно? Отдельный большой вопрос, но вот можно, можно так, потому что архитектура вселенной такова, что мы живем в будущем далеком. Мы с вами все, на самом деле, духовные существа, которые живут в далеком будущем, там, у Бога, и как души, как духовные существа, воплощенные здесь в реальной человеческой истории, в тела людей. То есть мы как бы имеем здесь на земле историческое рождение, но при этом в вечности уже Бог нас видит, контролирует, и на уровне души и духа нас хранит там, на серверах, в облаках. Ну, шучу. Хранит в духовном мире, в своем сознании хранит в сознании Творца, потому что вселенная в далеком будущем, она преобразилась и, ну, представляет собой нечто иное, более развитую версию вселенной. И вот как бы оттуда, из обратного времени к нам приходят вот эти управляющие сигналы, которые там, ну, управляют нашими телами, да, мы, 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 как субъекты управляем нашими телами. Ну, да ладно, тут суть не в этом, а в том, что, если подытожить, то, опять же, смотрите, есть вселенная, она неизбежно возникла, в ней есть существа, которые могут либо страдать, либо радоваться. Есть свобода воли, поэтому есть проблематика добра, либо зла. Вот тех самых границ, где, ну, что можно, что нельзя. И вопрос о том, как быть в благодати, как не испытывать страдания. Этот вопрос, ну, на этот вопрос есть ответ. Бог, Бог дает ответ. Подчиняешься Его воле, принимаешь в истину, и ты не грешишь, и ты выходишь из страданий и получаешь благодать. Но нужно победить антихриста. Но нужно победить вот тех тварей, которые хотят вселенную слить бесом. И они очень, очень, очень стараются слить вселенную бесом, на самом деле. Поэтому, ну, если вы жертва психотеррора, у вас более-менее сейчас сложилась картина мира, что есть сговор людей с бесами, они всю иерархию людей подчинили разными, там, ну, методами контроля, и большинство людей вовлекли в бесовские схемы. Вас, скорее всего, там, террорят ваши собственные соседи. Там, распыляют вам в квартиру нанояды, херачат вас микроволнами, жгут, там, невидимыми, там, портативными лазерами, там, такими, которые сквозь стену бетонную легко проходят, и там, ну, вызывают, там, ну, кипение определенных молекул. Ну, по тому же, точно принципу, как микроволновка вызывает вибрации молекулы воды, обычная бытовая печь, когда, там, засунул там, там, кусок мяса, да, она, оно разогревает молекулы воды. Вот точно так же, там, просто, 2,45 Гц частота, она нацелена на воду, ну, можно нацелить, там, например, на молекулу дофамина, да, и человеку можно сливать мотивацию. Просто дофамин, это, ну, такой, как бы, педалька газа, и вот этот тросик, который соединяет педальку газа с двигателем, его можно перетереть, и тогда человек не будет, ну, способен, там, разгонять себя, да, то есть он будет буксовать на холстом ходу. И вот, просто посветили лазерную каску, вот так, через стену, там, на вас попали где-то, да, и вы на 3-5 часов вы летаете вообще в прострацию. Понимаете, это абсолютно научная, абсолютно реально существующая технология. Ну, да, можно сказать, что это технология спецслужбы. Но, к сожалению, сейчас это массово выдали солдатам зверя, и эти твари пользуются этим, чтобы угнетать других людей, понимаете? Вот суть, вот и вся суть. Они, часть населения, хотят пройти в безвольных рабов, не способных ни на что, лишают людей их право на здоровье, на живительные, на когнитивные способности, на самореализацию, да на много что посеряют, на самом деле, твари. И вот, если мы сейчас все не объединимся с Богом, то, ну, как бы, поймите, защиты от этого не будет. То есть, нам нужно четко понимать картину мира, понимать, кто враг, почему они это делают, как устроена Вселенная, почему это вообще возникло, это зло, и что мы это зло должны победить, потому что это зло мы не должны пропустить в вечности. Кстати, привет тогда тем Богу избранным народам, которые себя идентифицируют с добром и справедливостью, потому что, если вы сейчас не включитесь в эту борьбу на стороне Бога, а для этого вы должны признать Бога и истину. И признать смысл ситуации, что вот она, как бы, ну, как бы, христианская история, она реально реализуется, реально есть этот зверь, и с ним нужно что-то делать, потому что иначе эти твари вошли бы в вечность, потому что иначе бы они попытались, ну, на триллионы лет, всю человеческую цивилизацию закатать в рабство, ну, и то, что, как бы, она породит, закатать в рабство и мучить потом, понимаете, потому что бесам это все сейчас пытаются слить. Они предали людей и предали, ну, всех, кто, не знаю, вы для чего вообще там это делаете, да? Чего вы хотите от этого получить? Вы думаете, что вы за правду, что ли? Нет, конечно. Вы служите сатане и антихристу. О чем вы вообще, да? Какая тут может быть... То есть, либо вам скрутили голову и вообще не понимаете, что вы делаете. Это я обращаюсь к тем, кто это делает. Ну, они по-любому это просмотрят. Либо вас, ну, просто в тупую, просто сейчас сливают в ад, а вы даже не понимаете, куда вы идете, потому что вы свой род, свой род сливаете сатане и, скорее всего, врався, потому что, ну, вы лично, вы, вот вы не будете там править, понимаете? Да даже если бы, не дай бог, такое было, ну, как бы это гарантированное попадание в ад. Соучаствовать в сатанинском бунте, соучаствовать в дьявольском сценарии, это путь в ад, понимаете? И, ну, как бы, бог уже в вечности сатану победил. Бог абсолютно совершенен. Он всемогущий, понимаете? И даже если сейчас, ну, как, ну, Бог допускал в истории человечества разные катаклизмы, разные, ну, как бы, уровни соприкосновения со страданием. Был допущен народ Израиля в египетский плен. Был допущен. Заверихи. Не просто так, но был допущен. И точно так же выведен был. Понимаете? Был допущен фашизм на земле. До поры до времени был фашизм. И люди страдали. Миллионы людей пострадали в концлагерях. Из людей мыло варили там. Понимаете? И вот сейчас люди хотят пролетить в рабов. И делают это подло при помощи сталкинга, при помощи ядов и травли. И вы этому соучствуете. Потому что вы молчите, подчиняетесь, покоряетесь этой тварей и не пытаетесь даже ничего сделать. Понимаете? Это страшно. Потому что, ну, как бы, Бог допустил это не просто так. Но это не значит, что Бог слабее делал. Это не значит, что Бог не победил. Бог победил. Победил эту тварь. В вечности победит на земле. Понимаете? И вот те, кто этому соучаствовал, те, кто молчал, знал и молчал, Тех тоже будут репрессировать потом силы добра, потом справедливо будут наказывать, судить за то, что они творили. Поэтому, как бы, выход очевиден, что нужно присоединяться к силе добра и побеждать вот эту чертову гидру сообща. Мы можем только сообща, потому что систему победить может только система. В одиночку каждый из нас бессилен против этой безумной системы травли, этой иерархии, где людям скручивают мозги и проваливаются в альтернативную иллюзорную картину мира. Это болото. Понимаете, сатана неводом тянет всех в болото. Если мы не будем вырываться все вместе, то все погибнут просто в итоге. Ну, потому что цель у сатаны, ну, как бы, неблагая для человечества. Задумка сатаны кошмарная. Я видел, Бог мне открывал это. Это страшно. Ну, есть, вот представьте себе самого отвратительного, конченого извращенца, который придумывает самые отвратительные, самые там, ну, подпудные сценарии. Вот он задумал для каждого, кто за добро, вот, ну, этого не случится. Это сатанинская больная задумка. Этого не случится. Бог этого не допустит. Вы за добро. Вы подчиняете Божьей воле. Вы знаете Бога. Скорее всего, вы уже осознанно идентифицируетесь с себя с силой добра, а значит, и с Богом. Потому что Бог есть источник всякой истины, всякого добра. И вот тогда вас это, конечно же, не коснется. Но для этого же надо что-то реально делать, понимаете? Само по себе оно не разрулится. Антихрист никуда не денется. Это больные твари, они не успокоятся, пока они там, ну, то есть они, они, они как, как марионетки, понимаете? Они там уже не субъекты своей воли. Мне Бог открывал. Это просто нежить, нежить, понимаете? Это не люди. Это такие вот, ну, зомбаки, которые, ну, то есть их ничего не берет. Они будут упор это продолжать, двигаться дальше. Их невозможно сломать. Их невозможно перебедить. Ну, их можно только физически как-то остановить, понимаете? Других путей просто нет. Вот это нужно понять для себя. Все эти принципы нужно понять для себя. Если вы идете стороной, путем добра, то вы подчинены Богу, и тогда Бог вас хоронит. Но, как бы, они подчинены сатане. Они наявлены на дьявольский сценарий. И чтобы их остановить, их можно, ну, только как бы остановить физически. Других путей нет. Поэтому в Библии предсказан Армакедон. Ну, как бы, я сторонник того, что, ну, то, что было предсказано в пророчестве, то и сбудется. Вот как написано, так и сбудется. Я уверен, что будет все, что описано в книге Апокалипсиса. Все это случится. Пройдут те или иные стадии. Нам, как бы, этот сценарий нужно будет еще пройти. Это, ну, сценарий, не в том смысле, что сценарий какой-то там компьютерной игры или постановки, как сейчас это пытаются интерпретировать. Нет, ни в коем случае. Это план. Это предсказание. Бог наперед предзнал, что будет. Бог наперед понимал, насколько опасны эти твари. И он понимал, что он объяснит людям эту опасность и сможет вокруг себя собрать сторонников, которые за добро, за справедливость, за правду божью будут стоять на этой земле и остановят такие-то твари, скинут ее в ад. Понимаете? Это наша общая задача. Скинуть зверя в ад. Не пропустить эту бесовскую тварь в вечность. А для этого здесь, на земле, мы должны ее задавить в зародыши. Понимаете? И тогда мы, ну, остановим дьявольский план. И тогда человечество будет навеки свободно от зла. Потому что мы поставим на земле божье царство. А божье царство – это царство добра и справедливости. Там, где правит творец. Вот как он задумал, так он и будет это делать. И поэтому, ну, собственно, у нас путь один. Это путь, который Бог задумал. Это божественный план, который вне времени Бог заложил. И он его осуществляет. Поэтому, ну, как бы я же говорю, события были допущены разные. Была допущена Вторая мировая. Были допущены эти страшные кослагеря. Люди там мучили. Понимаете? Это все как бы было ужасно. Но, видимо, аж были какие-то духовные причины у этого. Просто так Бог не допускает страдания. Бог абсолютно справедлив. И требуется при этом наше, конечно, общее усилие. Точно так же, как в свое время, когда там те, кто называли себя, ну, союзники, это те люди, которые осознали всю опасность фашизма. Они объединились и вместе скинули фашизм. Вот точно так же сейчас будет объединение вокруг идеи божьей. О том, что нужно скинуть зверя. И о том, что нужно построить царство божье на земле. Используя те же, ну, практически те же технологии. Потому что, ну, как, Бог нам их дал. Бог нам их дал. У него есть цель. У него есть разумный дизайн. Но это должно быть в руках у детей божьих. В руках тех, кто подчинен Творцу. Вот тогда это работает. Когда это в руках у детей божьих, то на земле образуется иерархия людей, подчиненных воле Бога. И эти люди могут реализовать божественную справедливость на земле. Тогда это работает правильно. Сейчас это работает, ну, сейчас это полная противоположность. Сейчас творится беспредел. Используются, ну, страшные методы для того, чтобы разрушать жизни людей. И так не должно быть, и так не будет. Бог победит на этой земле. И на земле будет справедливость. И вот тогда мы все будем под его защитой. И вот тогда мы все не будем гарантированно страдать. И мы все гарантированно, как цивилизация, не попадем в ад. И сатана будет повержен не только в вечности, где он уже повержен, а и на земле. Планета освободится от древнего страшного зла, от этого вируса компьютерного, вируса непонимения Божьей воли. И мы будем называть людей правильными путями идти в этой жизни. В царстве Божьем будет справедливость и благодать. И вот тогда в вечности она тоже таким будет. Мы все хотим в рай, на самом деле. Мы все хотим реализовать те сценарии, которые Бог для нас задумал. Они для нас самые лучшие. Самые лучшие. И вот тогда, ну, он каждую душу творил, ну как, он совершенный, совершенный творец. И он творил совершенное, благое свое творение. Он каждому хочет дать самое лучшее, на самом деле. Но для этого мы должны реализовать его план по защитке зверя и по построению Божьего Царства. Вот тогда будет в жизни каждого человека то, что Бог ему задумал. Самое лучшее для него. Ну что, делитесь этим с друзьями, рассказывайте, разбирайте. Мы не должны замолчать зверя, и мы ни в коем случае не должны пропустить его в вечность. Это наша общая задача, наша общая работа и долг перед будущим. До связи.